Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. И сейчас мы с вами находимся на одной из страниц нашего сайта, страница 4.2. Автоматизированные методики. Собственно, на этой странице представлены все методики психологической диагностики, которые, в принципе, имеют право на существование и которые можно автоматизировать. У нас есть большой раздел методик вообще диагностических, качественных, количественных. Они, конечно, их там больше. Но вот те методики, которые представлены на этой странице, они именно автоматизированы. То есть их можно каким-то образом автоматизировать, сделать из них программы. Не больше, не меньше. Остальные несколько методик, может быть, десяток методик имеют право на существование. Но по каким-либо причинам, прежде всего техническим, их не удается автоматизировать. Надо сказать, что самое главное достоинство каждой из отдельно представленных программ, это их унифицированность. Каждая программа представляет из себя как отдельно созданный тест, отдельно созданную программу. В то же время эти программы, как кирпичики, могут быть сложены любым удобным образом для специалиста. Нужен вам MMPI, Миннесотский многоаспектный личностный опросник. Вы можете к нему, допустим, приобретя его, вы можете купить, предположим, 16-факторный личностный опросник Котелла. Нужна вам простая зрительно-моторная реакция, сложная зрительно-моторная реакция, реакция на движущийся объект. Вы ее приобретаете. Не нужен вам краткий отборочный тест. Ее можно не приобретать. То есть, из этих кирпичиков можно сложить то здание, тот дом, который требуется непосредственно вам для вашей конкретной работы. Это не, получается, не переплата за всю систему в целом, а именно составление нужного, удобного для вас инструмента. Настройка его под вас в каждом конкретном случае. Объединяются они все единой оболочкой, так называемой автоматизированной системой АЭС, лаборатория психологического обеспечения. Это некая оболочка, в которую можно встроить каждую по отдельности, одну, две, три, пять и остановиться на этом. Или же больше программ, меньше программ, встроить вот в эту самую оболочку АЭС ЛПФО. Получив результаты по своим обследованиям, по своей работе, вы можете легко и быстро составить автоматизированные заключения благодаря АЭС СПЕКТР. Это отдельная программа, она никак не связана с АЭС ЛПФО, вернее, они связаны между собой, поскольку результаты по каждой отдельной методике, объединенных или не объединенных в оболочку, можно проанализировать в автоматизированном заключении, то есть быстро сформировать, с учетом ваших знаний, вашего опыта, быстро сформировать, буквально там за несколько десятков кликов, сформировать грамотное психологическое, психофизиологическое заключение по испытуемому, по человеку, по обследуемому. Каждая эта программа может применяться по отдельности, то есть только в единичном случае, допустим, там ОНП вам требуется и больше вам ничего не надо, хотя трудно представить себе такую ситуацию, тем не менее, вы приобретаете только уровень евротизации и психофизации и пользуетесь ей. Вы можете приобрести дополнительно и пользоваться отдельно ММПИ, отдельно ОНП, отдельно любой из этих методик. Если у вас требуется, допустим, групповое обследование, что надо посадить не одного человека, а параллельно проводить обследование двух, трех и более людей, безграничное количество, вы можете, соответственно, приобрести оболочку ASLP4, встроить легко и просто эти методики, как кирпичики в эту оболочку и провести, соответственно, обследование в группе. Все это очень легко и просто организуется с помощью там нескольких компьютеров, обыкновенного маршрутизатора стоимостью 500 рублей, объединяющего эти компьютеры в локальную сеть, и, соответственно, вы ведете единую базу данных с помощью вот этой оболочки. Или же ведете отдельные базы данных, отдельно база данных у вас будет по ММПИ, отдельно по ОНП, отдельно по ПЗМР, отдельно по Шульте и так далее. Создавалось это все нами на протяжении более чем 18 лет, непосредственно программам уже лет 7-8. Они постоянно у нас программистами совершенствуются, вносятся изменения, психологи, психофизиологи вносят нормативы, корректировку нормативов по отдельным методикам. Чаще всего это касается проб, таблиц Шульте, ПЗМР, СЗМР, РДО и так далее. Соответственно, для сбора краткого анамнеза, чтобы составить грамотный психологический краткий анамнез, распечатать его, вклеить в какую-то карточку, документы и так далее, существует экспресс-анкета. Краткий анамнез, она так и называется, отдельно стоящая программа. Собственно, вот об этих кирпичиках я и хотел вам рассказать. Об этой системе. Я хотел вам рассказать о системе ASLPFO. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам. Субтитры создавал DimaTorzok